Привет, дорогие! Сегодня о том, почему многим людям не хватает витаминов, хотя покупают хорошие, дорогие, там везут неизвестно откуда, а все равно витаминов не хватает, все равно усваиваются неважно и чувствуют себя неважно. Для этого, безусловно, есть свои причины, а по сути это просто набор определенных привычек, от которых, ну, по возможности нужно избавиться. Первое – это прием многих лекарств. Антибиотики, оральные контрацептивы, препараты для снижения вот этого эффекта изжоги, все это значительно снижает усвоение витамина К и витаминов группы В, например. Я беру вам просто один пример, на самом деле их гораздо больше, но я ограничена во времени. Второе – это стресс. Если человек постоянно находится в состоянии стресса, особенно это касается вот этого перманентного стресса, то есть его постоянно что-то подгрызает, подгрызает изнутри, это не обязательно в этот момент орать, визжать, это просто человек внутренне постоянно напряжен, то, конечно, у него тут же гораздо больше расходуется витамин С, витамины группы В, витамин Е, и нужно пить их больше, нужно пить совсем другой дозировки, иначе вы не справитесь. Курение. Если вы до сих пор курите, если есть еще такие безумные люди, то запомните просто, что ценность вашего пищевого рациона снижается ровно в два раза. В два раза – это очень много. Это означает, что вы должны принимать не стопроцентную норму какого-то витамина, неважно, витамин С, а сразу 200%. То есть это совсем другой подход к приему витаминов. Вегетарианство. Ну, в силу того, что в питании не хватает просто, тупо не хватает витаминов, то вегетарианству не хватает витамина В12, В2, витамина Д. Если вы любитель полуфабрикатов, я понимаю, женщины сейчас очень-очень заняты и некогда готовить. Купили сосиски сварили или котлетки пожарили покупные. Но дело в том, что в этот момент организм возмущается и начинает выбрасывать витамины для того, чтобы справиться с последствием нитратов и нитритов, которыми набиты полуфабрикаты. То есть вы как бы загружаете врага в свое тело, и в это время активируются ваши друзья, и их должно быть много, и если их не хватает, то кто побеждает? Те самые нитраты и нитриты, последствия приема которых вы, я уверена, хорошо знаете. Такая история происходит, если вы игнорируете молочные продукты, кисломолочные продукты, потому что они помогают формированию правильной флоры в нашем же КТ, а именно там и формируются очень важные для нас некоторые витамины. Нет кисломолочных продуктов, но нет, соответственно, этих витаминов. Если вы занимаетесь много спортом, по-настоящему много, ну, понимаете, не просто так бегуны очень часто страдают анемией. Опять же, требует совсем других доз витаминов. Но еще, если вы отказываетесь от витаминов во взрослом возрасте, в определенном возрасте, для меня это возраст 35-40 лет, после которого обязательно нужно принимать витамины, потому что активность ферментных систем снижается, усвоение пищи становится хуже, и, соответственно, хуже усваиваются витамины. Помните об этом.